добрый день приветствую всех на моем канале меня зовут елена сегодня я хочу поделиться с вами своей долгожданной радостью сегодня вернее не сегодня а воскресенье завершила бой долговязь твой хлопковый коричневый свитер из пряжи бланка имминитировал лотос вот сейчас я сижу перед вами в этом свитере довольная собой почему довольная собой потому что во первых я завершила долговязь во вторых я освоила ложную петлевку вот она у меня обработана горловина ложной петлевкой настолько мне понравился этот способ обработки горловины что я теперь решила обрабатывать все свои вещи таким способом и горловины и проймы и подолы и даже у тех изделий которые связаны крючком что хочу сказать про пряжу пряжа мне понравилась работа очень приятно я уже начала из остатков этой пряжи свой второй проект крючком и не могу не навязаться хочу не хочу выпускать через рук настолько она приятная работа я еще не стирала этот свитер но проводила влажную обработку паутиком и после этой обработки свитер никаким образом не изменился абсолютно ни в ширину ни в длину не вытянулся не изменился ни в цвет вот единственное что изделие такое получилось мущееся когда откладываешь его то остаются заломы на а так очень приятно очень мягко ничего нигде не колит вот такие рукавчики ничего нигде не чешет вот они здесь вот такие вот ажурные здесь этот ажурчик не буду вставать все равно ничего не будет непонятно потому что здесь красиво не получится показать вот я лучше вставлю фотографии в конце видео и вы поймете что мне говорить вот ну в общем довольна я собой еще у меня остался один долговяз который и я не могу завершить уже тоже большое количество времени не могу его распустить только по той простой причине что это пряжа не распускается теперь же я придумала как я его завершу я использую какую-то другую пряжу чтобы не так скучно было видать покажу немного попозже вам этот долговяз вот и вы поймете почему я что я имею ввиду почему я не могу распустите почему я хочу использовать другую пряжу вот и еще я хочу с вами сегодня поговорить о своих данных покупках пряжи ну и слово о моем долговязи втором вот это пряжа а лизе супер инс какой-то не знаю я правильно читаю вот так тик тик вот такая пряжа ниточка очень тоненькая и вот она еще фьюрикса вот такая ниточка вот такого тонюшенькая-потонюшенькая рекомендованный крючок номер два и номер четыре спицы номер два с половиной номер три но несут состав так здесь идет мохер 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 30 процентов полиамид 70 процентов 27 процентов и 36 процентов акрил и 1 процент металлик вот какой состав если ну длинная нитка вообще просто длинная я начала вязать жакет себе я настолько еще не вязала вот вязала вот круглую кокетку такую крючком дела я начала в одну ниточку вы слышите но просто это какое-то издевательство она не распускается она запутывается это нитка люрекс она почему-то начинает пружинить такой степени что она становится короче чем основная нить и получается здесь такие бахромистые прям участки иногда когда она в таком положении вот идет 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 и начинает эту нитку длинную собирать это невыносимо вообще невыносимо терпеть я решила забросить либо я не знаю просто это выбросить из этого другое связать несколько ниточек какую-то шапку что я не знаю что с ней делать еще подумал или может быть добавить какую-то ниточку чередовать участки чтобы было не так скучно вязать в общем что придумать я пока не знаю извините за посторонние руки у меня там немножко ляля плачет ничего не поделать не спит решила сегодня снимать видео он у меня как-то не спит вот ну это как всегда бывает ну и вот сейчас я думаю что же делать девочки посоветуйте может быть кто-нибудь такой пряжи уже вязал что-то и может сказать что вязали не поделитесь пожалуйста расскажите что вы вязали с такой пряжи и как вы выходили из положения даже не знаю как лучше показать этикетку ну в общем вот такая пряжа ну потому что мне жалко и так жалко моих выброшенных на лице стенек и жалко моего времени вот поэтому очень хотелось бы знать вообще ваше мнение об этих нитках и я вязала шарфик на заказ отправила девушке одной из этих ниток шарфик получился неплохой но я тоже с ним намучилась такой маленький вроде бы шарфик но я его долго вязала и долго мучилась я думаю может палантин из него срезать но опять же вот это вот нитка мне так она расстраивает ну и что сделать с этим остатком который у меня связан в общем не знаю как поступить может быть кто-то мне подскажет я буду вам очень благодарна в общем вот такие дела грустно есть у меня конечно еще один долговязный я его даже показывать буду потому что я его раз там у меня тоже одна такая ужасная пряжа вита силки может быть кто-то сталкивался с ней некоторые ее хвалят да я слышала положительные отзывы я лично и не похвали я считаю это самая ужасная пряжа какая только есть кольская неудобная вот и я уже там много достаточно связала но я распущу потому что мне не нравится если там получилось довязывать я это не буду итак идем давайте к моим покупкам пряжи последним ближайшим вот это такая пряжи такого но камера не передает цвет но она на самом деле такой бежевый цвет это витасанин всем известная пряжа состав 50 процентов хлопок 50 процентов акрил крючок 3,5 спицы 3 но и номер 3 номер 3,5 не знаю что буду вязать была просто такая цена по которой эту пряжу было грех не купить я купила целую упаковку тем более на упаковку еще была скидка 20 процентов в общем она досталась мне практически не знаю что буду вязать но она пока у меня есть следующая моя покупка это тоже пряжа на распродаже я ее покупала тоже по очень вкусной цене это витакоко вот такие два цвета мои самые любимые цвета я надеюсь что это будет летнее платье но это я конечно надеюсь но я не могу сказать что это действительно будет летнее платье таких у меня 4 моточка а таких у меня 6 и того у меня 10 моточков но я точно знаю можно срезать платье даже еще останется потому что у меня на кардиган вернее не на кардиган а на тунику такую удлиненную в прошлом году на кистями у меня ушло неполных 6 мотков осталось четыре с половиной из четырех с половиной мотков у меня еще вышел жакет поэтому уже 10 точно можно связать платье это теперь моя мечта связать такое платье я надеюсь что она сбудется вот либо это будет что-то другое пока не знаю конечно вот как говорится это уж как время покажет то и будет еще я купила дундагу да вот такого цвета дундага вот такого цвета она такой как в общем переходы красивые но клубочки не так видно и вот такая простая серая дундага вот они все это вместе продавались как бы набора и это все шло по тоже такой очень хорошей цене просто по смешной какой-то там 185 рублей за 100 грамм хотя она везде идет дороже 235 по моему или 225 что ли рублей в общем я довольна этой покупкой из этих серых ниток я уже взяла шапку но она очень колючая цену она не понравилась лучше ее распускать а вот взяла шапку в две нитки еще чуть-чуть расслаивать эту ниточку которая была связана ну ладно не видя как бы мы это переживем вот конкретно из дундаги я тоже планирую вязать какое-то платье либо это будет платье спицами с таким вы знаете ли воротом вот таким чтобы спускалась на одно плечо либо это будет платье из мотивов либо это будет жакет из мотивов да я думаю что наверное будут расположены секции это будет вверху такие мотивы это будет посередине а серые будут внизу либо как-то по-другому ну в общем я еще подумаю еще пока не решила но вообще к этой пряже можно относиться по-разному можно ее не любить можно ее ругать можно ее хвалить в общем но я к ней отношусь очень хорошо потому что во первых она очень теплая во вторых она красивая чтобы там не говорили но вещи из нее получаются очень интересные у меня есть из дундаги жилетка у меня есть из похожей практически ну из недара и дундаги как бы похожие чем-то пряжи из недара у меня свитер и зубка конечно это колючая пряжа конечно это такая грубоватая но после стирки она становится мягкой вот менее колючей если ее постирать с кондиционером ну кто не очень чувствительный как я конкости вполне можно это переживать и я вот сейчас хожу в свитере которые у меня связаны из недары я вообще не мерзну до этого я когда ходила своих этих других свитерах которые у меня покупные я почему-то мерзла всегда не знаю покупные мне кажется вещи сейчас вообще очень сложно найти вещь которая состав будет греть почему-то в основном попадаются какие-то суставы которые у меня не греют может быть я так не знаю может я такой какой-то человек но вот тех свитерах которые я взяла сама мой махеровый свитер с горлом мой вот этот медитарый свитер я в нем не нужна вот поэтому я хочу себе взять вот такое вот платьишко длинненькая вот и надеюсь что это осуществится да конечно не хотел отделиться ни с кем своими вязальными планами но раз показывает покупки значит что-то должна сказать о том что хотя бы я планирую этого связать да вот и поэтому я вот вам говорю что я буду наверное будет это скорее всего платьишко ну больше пока конечно пряжу я покупать не планирую но это я так сама себя успокаиваю потому что мой шкаф в котором у меня было место под пряжу он уже забил под завязку шкаф это кстати моего мужа не мой поэтому я больше не имею права ничего уже складывать не могу даже самой сына пряжу закупать больше не буду вот ну может быть опять у меня конечно будет обострение острого хомикоза вернее не острого хомического хомикоза будет обострение вот я опять что-нибудь найду на распродаже как по какой-нибудь заманчивой цене и опять прикуплю это я конечно может быть у кого-то вот ну что в общем то я по моему сказала все по этому свитеру который нам не тоже особо пока мне сказать больше нечего то что я довольна тем что еще не забросила этот долговяз да как у меня уже заброшено два долговяза вот это конечно большой плюс да я думаю что будет относиться очень хорошо вот кому интересно если я вязала да кстати вязала я его из журнала старого старого старинного журнала сандра еще 90-х годов вот описание есть и если кто-то захочет это описание то можно обратиться ко мне в личных сообщениях либо моей группе вконтакте либо здесь в комментариях но я скину только в личных сообщениях потому что это как сами понимаете журнал и делиться на всеобщее обозрение информации как бы я не буду вот даже если он старый то все равно как бы мало ли что кто его знает вот поэтому если захочет фотографиях этот свитер если видите если вам понравится то я могу скинуть вам это описание вот ну что еще да еще хочу сказать большое спасибо каналу сашу книг она именно меня скинуть и кончить этот свитер потому что я я посмотрела ее видео где она там связала такой красивый синенький такой свитерок у нее тоже маленький малыш и еще малыш меньше чем у меня я подумала боже мой человек вяжет у него ребенок вообще еще только в новорожденном состоянии а я уже у меня в общем довольна с тобой много чего вам наговорила надеюсь что вам было интересно большое спасибо за то что смотрят мои видео то что подписываетесь на мой канал большое спасибо за внимание до свидания спасибо за просмотр!